Минздрав России планирует вести ответственность для медицинских работников за призывы к отказу от прививок. В качестве наказания медикам предлагается объявлять выговоры или в принудительном порядке направлять их на повышение квалификации в области вакцинации. Об этом сообщает известие со ссылкой на представителей министерства. Скоростная трасса Москва-Казань пройдет через шесть районов Татарстана. Как сообщили в Министерстве транспорта республики, протяженность татарстанского участка составит 133 километра. И это будет не реконструкция дороги М7, а строительство нового автомобильного полотна стоимостью 650 миллиардов рублей. Напомню, в конце сентября проект получил одобрение у правительства страны. Республиканский фонд поддержки планирует расширить список льготников, получающих компенсации по вкладам в обанкротившиеся банки. В их число войдут матери-одиночки и многодетные семьи. Об этом рассказал председатель Совета фонда Айрат Нурудинов. Он отметил, что всего с февраля компенсации получили 190 вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка, входящих в льготную категорию. При этом максимальная сумма поддержки для них равна размеру вклада, но не может превышать 500 тысяч рублей. Налоговая инспекция набережных Челнов приглашает на дни открытых дверей. Горожан ждут 9 и 10 ноября. В пятницу налоговики будут работать с и до 6 часов вечера, а в субботу с 10 утра до 3 часов дня. Специалисты пояснят, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, расскажут о ставках и льготах, а также ответят на другие вопросы по налогообложению. В Татарстане на 11% увеличилось количество людей, занимающихся спортом. По итогам пяти лет оно превысило полтора миллиона человек. Как сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики, на первом месте рейтинга самых популярных видов спорта футбол. Также в тройке лидеров волейбол и баскетбол.